МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло?» Прямо сейчас смотрите обзор ЧП в Сыргуте за последние несколько дней, которые подготовили мои коллеги и я, Дмитрий Круковец. Едва не сгорел, как спичка. В поселке Юность во вторник вечером вспыхнул двухэтажный деревянный жилой дом. К счастью, из сильно задымленного строения успели выбраться все, кто там находился. Пожарным удалось отстоять дом. О подробностях ЧП Андрей Лобов. Жилой двухэтажный деревянный дом на Саянской улице в поселке Юность загорелся около 7 часов вечера 22 мая. На место по повышенному уровню выехали 7 единиц основной спасательной техники и 2 единицы специальной. В ликвидации огня участвовали 30 человек личного состава. По прибытию первых подразделений на место вызова наблюдалось горение пристроя к данному дому. Его законность, наверное, устанавливать пусть другие органы будут. Но тем не менее, это не сам дом, это был пристрой. Пристрой 3х3. К счастью, справиться с огнем удалось быстро. Пламя не успело распространиться на другие квартиры. Но одна под номером 3 оказалась уничтожена практически полностью. Загорелась третья квартира. Как было, за секунду все загорелось очень быстро. Сначала дым почуяли, потом все затуманено, и все. Мы выбежали. Практически все обитатели этого общежития в момент пожара уже были дома. Но, к счастью, всем удалось выбраться из объятого дымом двухэтажного строения. Жильцы первого этажа выпрыгивали из окон. Те, чьи квартиры выше, пробирались по лестнице, пригибаясь и дыша через мокрую тряпку. Причина ЧП, скорее всего, короткое замыкание. Замыкание, потому что днем отключали свет по юности. Не знаю, по всей юности, но говорят, что по всей юности. А после вот это вот случилось, не знаю, во сколько включилось, подали свет во сколько. Пожарные ликвидировали пламя на площади 18 квадратных метров. В помещении закопчен коридор первого этажа на 120 квадратных метрах. Разрушено два стеклопакета, полностью уничтожен пристрой. Положена, по сути, одна квартира была. Но, тем не менее, поскольку свет отключен, какие-то квартиры были залиты, где-то разрушено остекление каких-то из квартир. Жильцам предоставлялись варианты по получению временного маневренного фонда. Они отказались. Все решили проживать в своих квартирах дальше. О ситуации в курсе в городской администрации и управляющей компании. В ближайшее время в доме заменят электропроводку. Точные причины ЧП установят органы дознания. Пожар, эвакуация сотрудников и посетителей и спасательная операция заблокированного человека. В одном из торгово-развлекательных центров Сургута прошли крупномасштабные учения пожарной службы и сотрудников ТРЦ. По легенде, возгорание произошло в одном из залов кинотеатра. Все внутренние системы центра сработали. Люди покинули здание в считанные минуты. Одного условного пострадавшего огнеборцы обнаружили при разведке на последнем этаже. Для его эвакуации развернули большой надувной батут. Мы попытались показать горожанам, доказать себе, показать посетителям такого рода объекта, что гарнизон не спит, не дремлет, всегда готов прийти на помощь. Пытались соблюсти, вернее исключить все те условности, которые могут быть в реалии. Соответственно, рабочий день, будний день, рабочее время объекта. Работают все бутики, магазины, за исключением кинотеатра, которые не успели открыть. Подобные учения, которые проходят по всей стране, отголоски кемеровской трагедии. В пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» тогда, напомню, погибли 60 человек. После ЧП в России были проведены внеплановые проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. В завершившихся в Сургуте учениях принимали участие 50 человек личного состава и 13 единиц основной специальной техники. У спасателей не нашлось замечаний ни к персоналу ТРЦ, ни к работе технических средств противопожарной защиты. Администрация торгово-развлекательного центра, по словам директора, и до трагедии в Кемерове уделяла большое внимание обучению персонала действиям при возникновении ЧАЭС. Успешно проведенная совместная тренировка подтвердила правильность такой тактики. Учение проводится с целью научить посетителей торгового центра и сотрудников торгового центра плановой эвакуации действиям при чрезвычайных ситуациях. Все системы торгового центра, системы пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, вентиляции, все работают исправно. Все системы торгового центра подготовлены для действий при чрезвычайных ситуациях. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поставщики товара обманули вортовчанина на 370 тысяч рублей. Как рассказал житель столицы Самотлора, ранее он всегда пользовался услугами фирм, размещающих свои объявления в интернете. И в этот раз оформил заказ на приобретение необходимого ему товара. Заключил договор на поставку, получил все положенные документы, в том числе гарантийное письмо. Оплатил 370 тысяч рублей и стал ждать. Несколько раз сотрудники фирмы звонили и переносили сроки поставки продукции. Последний раз вортовчанину пообещали, что он получит заказ 16 мая. Однако после этого сайт фирмы из интернета бесследно исчез. Возбуждено уголовное дело. Они пообещали там 1-2 мая, потом перенесено 10-е. После этого гарантийное письмо прислали, что машина задержалась. Будет 16-го, все, будет уже 100%. И все, и с 16-го числа не выходит ни на связь, ни сайта. С 18-го числа сайта обнулировался. Продолжение следует... ...в преодолении трассы длиной 4 километра. Непростой маршрут организовали на полигоне Ханты-Мансийского технологопедагогического колледжа. Он состоял из 13 препятствий различной сложности. Наклонная стена, колючая проволока, Эверест и другие. Первыми к финишу пришла команда ОМВД России по Югре. Вторыми стали сотрудники ОМВД России по Нефтьюганскому району. Третьими полицейские из Нефтьюганска. И еще одно интересное мероприятие. В столице округа прошла акция «Зарядка со стражем порядка». Главной целью стала пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Инструкторами стали сотрудники отряда специального назначения ГРУМ. Сначала оперативники провели с ребятами кроссфит, в ходе которого выполнялись физические упражнения. Затем подростки приняли участие в веселых стартах. После правоохранители продемонстрировали участникам зарядки служебную экипировку, оружие и оборудование, которое используется в спецоперациях. Ребята с неподдельным интересом изучали представленное, а также смогли почувствовать себя в роли полицейских, примерив обмундирование. На этом все. Это была программа «Что произошло». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте, публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова